В минувшие выходные из-за сильных порывов ветра случилось множество ЧП. В разных районах города падали деревья, рекламные конструкции и даже части крыш домов. Наиболее серьезное происшествие случилось в пятиэтажном доме на улице Карла Маркса. Здесь ветром сдуло половину кровли. Она упала на деревья и это привело к повреждению припаркованных иномарок, а также окон. Серьезно пострадал балкон 83-летней пенсионерки, проживающей на втором этаже. Хабаровчанка не сразу поняла, что именно произошло и очень испугалась. Такой грохот, просто вот, ну я еще прожив 83 года, я такого не слышала. И вдруг я опять-таки не поняла, что это, у меня также дверь была открытая, летит стекло, туда выхожу на кухню и там окно разбитое, половина. И там все в стекле. Я в окно выглядываю, смотрю, лежит крыша. Стекла разбились от больших веток тополей. Пенсионерка рассказала, что жильцы дома неоднократно писали в управляющую компанию, чтобы их убрали, но результата это не принесло. Однако некоторые люди полагают, что в данной ситуации деревья даже помогли. Взяли на себя основной удар. Пострадавших в результате ЧП нет. Обломки кровли вывезли в тот же день, однако ремонтные работы начинать не спешат. Жители дома еще не общались с представителями управляющей компании. Пенсионерка, у которой пострадали балкон и окно, вообще не надеется получить компенсацию. По словам жильцов дома, крыша относительно новая. Ей нет и 10 лет. Случившимся заинтересовалась прокуратура. Прокуратурой железнодорожного района проводится проверка по обрушению кровли крыши на квартирном доме 124 по улице Карла Маркса. В случае выявления нарушений требований жилищного законодательства в деятельности управляющей организации некоммерческого фонда капитального ремонта будут приняты меры прокурорского реагирования. В других районах города тоже были неприятные инциденты. Ветер повалил крупные деревья на улицах Оборонной, Аксенова, Менделеева, а также в Северном микрорайоне. Информация пострадавших МЧС не располагает. С места происшествия Ольга Горбунова, Анастасия Манина и Андрей Алферов.